По традиции в избирательные пункты в Нарве выстраиваются очереди. Причем, несмотря на то, что все четыре участка в Нарве открылись в 8 утра, некоторые активные граждане России занимали места у входа уже в 7. Автобусы тоже прибыли довольно рано. Некоторые из них стартовали из Кохтлоярви, Силамяя, Тапа и Раквери тоже в 7 утра. Проезд в автобусах был бесплатным. Все расходы взяла на себя Генеральное консульство России в Нарве. А из упомянутых четырех участков два предназначались только для норвитян, а остальные для тех, кто проделал ради выборов, неблизкий путь. Примерно у нас на учете состоит лиц избирательного возраста граждан России больше 40 тысяч. У нас четыре участка, четыре комиссии, в каждой комиссии по 9 человек. На очереди народ не сетовал. Выходя из участков, люди не скрывали ни тех, за кого они голосовали, ни того, почему они сегодня здесь. Многие говорили, что голосуют ради родных в России, для которых они бы хотели стабильной и спокойной жизни. Были и те, кто голосовал на российских выборах в надежде на то, что Новая Дума сумеет улучшить отношения с Эстонией. Впрочем, все понимали, что тут все зависит от обеих сторон. Единая Россия может наладить, потому что они еще мало, надо им побольше. Время не хватило, а нужно, чтобы они побольше. Они все-таки, раз они начали, значит, они должны все-таки выполнить свои обязательства. Выбирала тех, кого я знала, и кому симпатию еда. За единую Россию. А почему? Потому что нам, он хорошо руководил над нам. А кто конкретно? Путин. По предварительным данным, жители Северо-Востока также отдали свое предпочтение единой России, но окончательные цифры будут оглашены позднее. Сергей Дедыкин, Алексей Иванов, Игорь Абрамсон, Первый Балтийский канал.